Здравствуйте! Мы с вами продолжаем, и сегодня будем говорить про западноевропейскую художественную культуру уже XIX века. Сразу перечислим общие особенности, которые позволяют дать общие характеристики для культуры этого периода. Конечно, XIX столетие — это эпоха капитализма. После революционных событий, предшествующей эпохи, конца XVIII столетия, происходят существенные изменения и в социально-экономическом, и в общественном развитии. Далее, говоря о традициях XIX столетия, отметим, что в это время очень быстро разнообразные художественные явления распространяются из источника своего появления, например, с территории Франции, в другие европейские государства. И эта универсальность, определенная глобализация, с одной стороны, облегчают изучение этой эпохи, с другой стороны, дают гораздо большее количество материала, как мы с вами увидим. И третий важный момент, который связан с общей характеристикой XIX столетия, преимущественно именно Франция становится родиной, как правило, каждого нового явления, которое в дальнейшем получает распространение по другим европейским государствам. Поэтому удобнее всего построить краткий обзор культуры XIX столетия, именно говоря о французском изобразительном искусстве, о французской архитектуре. Таким образом, этапы культуры XIX столетия могут быть названы следующие. На рубеже XVIII-XIX веков по-прежнему сохраняет свое значение классицизм, который проходит эволюцию от классицизма революционного к ампиру, завершающей стадии. Классицизм — это последнее целостное художественное явление. Далее уже речь пойдет об эклектике, то есть о большем разнообразии и о более таких сложных процессах. Классицизм сменяется романтизмом. Это период 20-30-х годов, который также проявляет свои качества и во французской культуре, и в культуре других стран. Следующий период — это середина XIX столетия, 40-е, 50-е годы, 60-е, время, которое вошло в историю искусства под наименованием эпохи реализма. Далее обычно речь идет о традициях импрессионизма. И завершается художественная культура XIX века уже постимпрессионизмом, который ставит новые вопросы перед мастерами искусства и дает на них очень интересные ответы. Теперь кратко посмотрим, как эти этапы, которые мы назвали, нашли отражение в творчестве мастеров французской художественной культуры. И будем привлекать для сравнения и другие общеевропейские аналогии. Перед вами работа Жака Луи Давида, Клятва Горациев. Это мастер, который является образцом революционного классицизма для конца XVIII столетия, работы 80-х годов. Гражданский пафос, идеалы классицизма как регулярного и четкого построения композиции, цветового решения находят воплощение в данной работе. Следующее произведение «Смерть Марата» тоже по силе воздействия, по степени обобщения приближается к античным надгробным памятникам. И Давид как раз в своем творчестве проходит эволюцию от классицизма революционного в сторону ампира, когда он становится, по сути, придворным художником Наполеона, оставляя образы императора в момент его нахождения у власти. Вот работа, которая перед вами, это Наполеон при переходе через Сен-Бернар. Ну и отметим, что такие работы, которые были выполнены в более позднее время, когда Наполеон уже становится императором, они имели более декоративный характер, более эффектный, однако их критиковала современная общественность, то есть в художественной критике не всегда они оценивались положительно. Романтическое искусство, которое начинает проявляться с 20-30-х годов, оно, в общем-то, тоже интерпретировало в той или иной степени наследие классицизма, потому что романтики противопоставляли себя тем нормам, которые разрабатывались в рамках школы. В рамках школы так называли приверженцев академического искусства. И среди учеников Жака Луи Давида был художник Жан-Антуан Гро. Он не разделял революционных убеждений своего педагога, и с самого начала он увлекался именно современной историей. Перед вами тоже образ Наполеона, который он создает еще в 90-е годы XVIII века. А вот Энгер, работы которого перед вами, он, наоборот, был приверженцем эстетистических идеалов, поэтому работы, которые перед вами, они отражают именно эту линию. Четкость, соразмерность. Более того, Энгер, он необычайно высоко почитал Рафаэля, его творческий метод. И таким образом, сочетание названных традиций, они создали вот те шедевры, которые сейчас перед вами. А творческая жизнь Энгера, она была очень длинной, творческая биография, поэтому, в общем-то, он переживает поэтапно все периоды, которые мы с вами ухарактеризовали вплоть до середины XIX века. Возвращаясь к романтической традиции, возвращаясь к романтизму, назовем ключевых представителей. В первую очередь, это Теодор Жиреко и Жен де Лакруа. А перед вами работают Теодор и Жиреко, которые посвящены интерпретации тех сюжетов и тем, которые были актуальны в рамках романтизма. Художники-романтики, они обычно выбирали драматические сцены, для того, чтобы показать сильную человеческую личность, показать величие человеческой силы или, наоборот, величие человеческой слабости. Таким образом, вот эти вот состояния на грани, они приводили к тому, что мастера часто обращались к сценам сражений, изображали раненых. И также, если говорить о портретном жанре, одно из направлений — это было портретирование умалишенных, потому что сложность переживаний, которые были у этих людей, это, конечно, составляло большой интерес для художников романтизма. Вот перед вами офицер Конно-Хегири Императорской гвардии, идущий в атаку. Первая картина, которая была выставлена в салоне и имела шумный успех в 1812 году. Или его же «Раненый кирасир, покидающий поле боя», работа 1814 года. «Оплот медузы», картина которой перед вами, она является манифестом романтизма в какой-то степени, потому что в основу сюжета положено реальное событие, и вот та драма, которую переживали люди, потерпевшие кораблекрушение, и более 10 дней они на плоту терпели бедствие, то это, конечно, очень сложная тема для интерпретации. Эжин де Лакруа, мастер которого я также назвала, он продолжает традиции романтизма. Его работы, которые перед вами, — это «Ладья Данте», иллюстрация к божественной комедии, это «Хиосская резня» и, конечно, «Свобода на баррикадах». То есть темы, которые были заимствованы мастером из современности, при этом он придаёт им особое звучание. Особое звучание и для живописи романтизма характерно особое понимание цвета, особое пластическое чувство, использование резких контрастов, например, контраст светлого и тёмного, который мастер часто применяет в своих работах. Естественно, что опирались они и на предшествующую традицию системы образования, в частности, однако вот это противопоставление, оно и обусловило такую яркость, сложность и неоднозначность их работ, что было отмечено современной им художественной критикой. Традиции романтизма характерны и для немецкой художественной школы, здесь тоже романтизм появляется достаточно рано, однако он приобретает несколько иную окраску, которая более соответствовала духу немецкой идеалистической философии, то есть такая более созерцательная направленность и так далее. В данном случае перед нами работы Филиппа Отто Рунге, это мастер, который считается одним из представителей романтизма. Филипп Отто Рунге, Каспар Давид Фридрих и другие мастера. Английская художественная культура тоже испытала влияние романтизма, и здесь традиционно в рамках учебной программы относится творчество Уильяма Блейка к данному периоду. Очень знаковая фигура для своего времени, сложная и неоднозначная личность, и перед нами его гравюры, которые были посвящены библейским событиям. В английском искусстве появляются и другие художники, которые раскрывают эти тенденции. В данном случае перед вами работа Джона Констебла, английский живописец, который отказался от многих условностей, которые были характерны для пейзажной живописи XVIII века. В частности, он одним из первых начал работать с натуры, таким образом опередив своих французских коллег по цеху. И также представителем английского романтизма был Уильям Тёрнер, работы которого представлены перед вами. И нужно сказать, что творческая биография мастера, она навеяна такой таинственностью, он часто уезжал, не предупреждая об этом. И его кончина, она тоже была такая немножко легендарная в какой-то степени. В середине XIX столетия появляются предпосылки для реалистического искусства, вот для той самой эпохи реализма, о которой я сказала в самом начале. И в французском искусстве эпоха реализма была связана с развитием пейзажного жанра, в первую очередь. И здесь речь пойдет о барбизонской школе. А такие мастера, как Камиль Каро, как Теодор Руссо, Жюль Дупре и Шарль Дубенье работали, изображая родную природу. И реалистические традиции были связаны именно с данным объединения. Постепенно реализм проникает и в другие сферы искусства. Конечно, особое значение здесь имеет творчество Жанна Франсуа Милле. Обычно отмечается о том, что он впервые обратился к интерпретации жизни простого народа, рассказывая об их тяжелом труде. То есть определенная критическая направленность, она была характерна для реалистического искусства этого времени. Художник изображает тяжелый труд, тяжелые условия. Поэтому критика воспринимала эти работы весьма негативно. Мастером реализма середины XIX столетия во французском искусстве становится Гюстав Курбе. Это крупнейший представитель реализма во французском искусстве. Он был живописцем, графиком, скульптором, общественным деятелем. Создавал жанровые сцены из жизни различных слоев французского общества. Портреты, пейзажи, в том числе морские и так далее. Вот перед вами его работа «Дробильщики камня». Мастер охотно обращается к теме труда, изображая людей из народа. Это очень существенный вклад, который сложно переоценить, когда мы говорим о развитии искусства XIX столетия. Творчество следующего мастера, Анна Редомье, тоже было направлено на обличение пороков современного общества, в частности на критику существующей законодательной системы, на критику власти. Поэтому он подвергался преследованию и даже был подвергнут тюремному заключению. Он сотрудничал с сатирическими журналами, это «Карикатюр», «Шаривари», где высмеивались отрицательные стороны режима Луи Филиппа, который зашел на престол после июльской революции. Перед вами литография «Законодательное чрево» и литография «Гарганчуа», которая как раз является карикатурой на Луи Филиппа. И вот именно за это изображение Домье подвергся преследованием, потому что его обвинили в оскорблении члена королевской фамилии. Однако ни штраф, ни тюрьма они не сломили французского художника, который продолжал отстаивать республиканские идеи. Следующий мастер, который уже подходит вплотную к традициям импрессионизма, это Эдуард Мане, французский живописец, рисовальщик, мастер ритографии и афорта. Он продолжает, с одной стороны, традиции реалистического французского искусства, однако, как я уже отметила, становится одним из основоположников импрессионизма. Перед вами его работа 1863 года, это «Завтрак на траве», которая была представлена в салоне «Отвержина». Салон «Отвержина» — это выставка, которая была создана из картин, которые были не приняты для официального салона. Более половины из представленных произведений, и публика была сильно взволнована этой работой, выпиющей непристойностью картины. Однако мы с вами прекрасно видим о том, что мастер здесь обращается к интерпретации темы, мотива, которые разрабатывали еще мастера эпохи Возрождения. В частности, это сельский концерт, картина, которая приписывалась сначала Джорджону, потом Тициану. Так же, как и вторая работа, которая стала таким ярким событием в общественной жизни Франции, это «Олимпия», прототипом которой послужила Венера Урбинская Тициана. Работа была выставлена в салоне в 1865 году. Публика была не готова принять творчество мастера, и на художника обрушилась яростная, беспощадная, уничтожающая критика. Основная тема произведений Мане — это сцены современной парижской жизни. Но признание получили при его жизни лишь несколько произведений. Последняя и самая значительная работа мастера — это полотно Барфали Бержер, картина, которая уже относится к 80-м годам XIX века. Продолжая рассматривать традиции живописи импрессионизма, отметим, что данное явление художественной культуры, оно было связано с остремлением изобразить непосредственное впечатление. Поэтому мастера реформируют классическую систему, в частности, они работают с натуры. Для них качеством законченной картины уже начинает обладать и этюд, то есть такой как бы набросок. Далее они реформируют и образный язык, в частности, они отказываются от черных теней, наоборот, стремятся к многообразию цветовых бликов и рефлексов. Поэтому, конечно, мастера-импрессионисты, они являются одними из самых уважаемых и любимых среди широкой публики. Перед вами работа Клода Мане, которая как раз и послужила причиной, и благодаря которой это явление культуры получило свое наименование. Картина, которая называется «Впечатление. Восход солнца». Работа 1872 года. Еще одно произведение этого же автора, терраса в Сент-Андрес, которое отвечает тем качествам, которые я кратко назвала. Отметим, что мастера часто работали на пленэре, и часто художники выбирали какое-то одно и то же место и оставляли целую серию работ, которые были попыткой изобразить это место при разном освещении, в разное время суток. И, в частности, самая большая серия работ Мане, фрагменты из которой перед вами, это серия, посвященная Руанскому собору. Она насчитывает более 50 полотен, и влияние свето-воздушной среды на форму — это как раз та задача, которую ставили перед собой художники-импрессионисты. Мастер работает здесь два года, с февраля по апрель 1892 и следующего года. Еще один мастер, который также принадлежит к числу художников-импрессионистов, это Агюст Ренуар. В данном случае я подобрала вам работы, которые связаны с его жанровыми картинами. Вот это «Бал в Мулендале Агалет» и также картины, которые связаны с портретным жанром, в данном случае портрет актрисы Жанны Самари и «Обнаженная». Женские образы — это отдельная тема в творчестве мастера. Он, как никто другой, умел тонко польстить модели, причем не в ущерб характерным чертам и портретному сходству. Следующий живописец, который также является представителем импрессионизма, это Эдгар Дега. Эдгар Дега облачался главным образом к современной городской жизни, изображал улицы, театральные сцены, скачки и так далее. А вот перед вами его работы, которые посвящены балетной теме. Это репетиция, это экзамен танца, танцовщицы за кулисами, голубые танцовщицы. И отметим, что мастер работал часто в технике пастыли. Это была его излюбленная техника. В данном случае так выполнена женщина, расчесывающая волосы. Работа, которая сейчас перед вами. Следующий художник, который разрабатывает тему городского пейзажа, это Камиль Писсаро. Он оставил серию полотен, которые изображает бульвар Монмарт. Для этого он специально арендовал даже номера и изображал город с одной и той же точки зрения в разную погоду при разном освещении. Конечно, художники-импрессионисты оказали решающее влияние на культуру второй половины XIX века, 80-х годов. А мы с вами, когда разбирали отечественную культуру XX века, говорили о явлении русского импрессионизма. В рамках нашего краткого курса мы только назвали несколько значительных имён. Импрессионизм имеет также несколько этапов своего развития. В частности, важный период связан был с творчеством таких мастеров, как Жорж Сера, Поль Синьяк. И в своих работах мастера разрабатывают новую технику. То есть они пошли дальше своих предшественников и предпринимали попытки обновления художественного языка на новом уровне. В частности, техника пуантилизма, которую они разрабатывали, позволяла, опираясь на знания законов пространственного смешения цветов, добиваться необходимых им эффектов. Иногда это явление нео-импрессионизма получает наименование дивизионизма от слова «разделять». И, конечно, работы, которые перед вами, они также связаны с пейзажами и с образами современной парижской жизни. Постимпрессионизм — это явление, на котором необходимо сегодня завершить наш краткий обзор. Постимпрессионизм был связан с необходимостью поиска новых форм для изобразительного искусства. Это было связано как с развитием научно-технического прогресса, так и с теми изменениями в философии. То есть идеологические основы тоже в данном случае имеют большую роль. И среди мастеров постимпрессионизма следует назвать Поля Сезанна, Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Ну и ряд других мастеров, которые как раз занимаются этими попытками реформирования, разрабатывая разные жанры и разные темы. Также необходимо обязательно назвать Тулус Латрек в числе выдающихся представителей постимпрессионизма. И его работы были тоже связаны с попыткой изменения языка изобразительного искусства, потому что прежние формы уже не удовлетворяли тем потребностям, которые предъявлялись к творчеству и в рамках социально-общественного развития, и также в рамках общей логики эволюции искусства. Отметим, что именно в это время появляется активно распространяется фотография, и поэтому для классического искусства основная задача – это поиски новых форм и обновление содержания. Завершая этот конспективнейший обзор культуры XIX столетия, отметим несколько имен, которые работают в контексте пластики. Это такие скульпторы, как Агюст Роден и ряд других мастеров, которые также раскрывают новые темы и ищут новые формы для пластического языка данного вида искусства. Благодарю вас за внимание и призываю вас обязательно почитать дополнительный материал по культуре XIX столетия, особенно об архитектуре.